Саламу алейкум, приветствую всех кто смотрит мой канал. Сегодня мы решили жителям Лондона задать два вопроса. Первый вопрос, какая страна является родиной яблок и лошадей? Казахстан, 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 Казахстан. Ну да, это знают все, потому что ученые, профессоры университета Оксад доказали это. Ну а теперь второй вопрос. Мы хотели узнать, что они знают о современном Казахстане. Я знаю, что Чингисхан завоевал Казахстан и близлежащие страны. Столица Казахстана, Астана. Страна в Центральной Азии. Получила независимость в 1991 году. Я знаю об этой стране из фильма «Борат». У Казахстана флаг с желтым рисунком посередине, а сам флаг фиолетовый. Нет, голубой. Казахстан находится рядом с Россией. Эта страна находится в районе России и Азии. Там верблюды. Казахстан – бывшая Российская республика. И там много нефти. Казахстан – это самая большая страна, не имеющая выхода к морю. Там производят нефть, минералы. Я думаю, там очень-очень большое и быстрорастующее население. Большая часть населения – молодежь. Страна ориентирована на молодежь. Там есть нефть и находится в Центральной Азии. Борат. Я думаю, столица Казахстана – Астана. И это, боюсь, все, что я знаю. Когда-то была частью СССР. Я знаю по фильму «Борат». Конечно, это выдуманный персонаж. Казахстан находится где-то в Центральной Азии, рядом с Узбекистаном и Таджикистаном. Когда-то он был в составе России. Я знаю, что мне говорили, что это очень бедная страна. Это страна в Центральной Азии. Это очень большая страна. Я знаю, что это довольно богатая страна. Там было что-то вроде революции около 20 лет назад. Теперь там все меняется, модернизируется и развивается. Астана – это столица. Я знаю Винокурова, велосипедиста. Это страна, которая получила свою независимость после распада Советского Союза. Она очень динамично развивается. Я это слышу по новостям. Находится рядом с Китаем. Бывшая российская колония. Говорят на русском, но у них также есть свой язык. Большинство из них – мусульмане. А страна – большая, как вся Европа. И они любят конину. Да, они едят конину. В Центральной Азии. Столицу перенесли несколько лет назад. Я работал в Шанхае. У меня был друг из Казахстана, который изучал китайский язык по государственной программе. Для него Казахстан выделил стипендию. For the scholarship. Казахстан? Продолжение следует...